МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Сергей Цинбалов, старший дознаватель межмуниципального отдела Кораблинский. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А хотелось бы с вами поговорить сегодня на тему повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это такая животрепещущая проблема для всех людей, в том числе и пешеходов, и других автомобилистов. Насколько серьезно обстоят дела в вашем районе, в Кораблинском? Я знаю, что не только его вы обслуживаете, да? В отдел МВД России Кораблинский ходит обслуживание не только Кораблинского района, но и Сторожиловского района нашей области. Ну, хотелось бы начать, наверное, с того, что данный федеральным законом от 31 декабря 2013 года, который вступил в законы силы 1 июля 2015 года, в Уголовный кодекс введена статья 264.1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Что это значит? То есть, если лицо, которое по решению суда было лишено права управлять какими-либо транспортными средствами и является подвергнутым административному наказанию, и в случае повторного управления транспортным средством состояния алкогольного опьянения, да, на лицо привлекательского уголовного ответственности. И кто же вот в основном вот в таком вот виде оказывается? Мужчины, женщины, взрослые люди, молодежь? Ну, по нашей практике, скажу, что 100% мужчин и женщин, и в практике у нас не было. У вас не было, да? А какого возраста примерно? Возраст различный, возраст идет. В основном, конечно, это летний период, это молодежь, это мопеды. И это на первом месте у нас стоит, как бы, а так возраст от 25 и до 40. Где стоит проблема наиболее остро? Вот летом или зимой? Когда? Ну, пик, скорее всего, летом. Да? Да, потому что приезжают отдыхать люди, приезжают дачные сезоны всех, приезжают даже иногородние, все заводят мопеды, мотоциклы, начинают выезжать, поясняют то, что хотят от дома до дома доехать, вроде, и не знал, кто говорит, что на мопед нужно водительское удостоверение. Так что вот такие вот, скажем, летние проблемы. Но это выявлены господа, которые еще не успели, видимо, попасть в аварию, что-то, может быть, нарушить, кому-то навредить. А ведь есть случаи, действительно, когда уже пьяные врезаются куда-то? Таких случаев много? Такие случаи есть, разные случаи. Один из примеров могу привести даже вот в этом году, в новогодние праздники, конкретно 2 января, на 79-м километре трассы Рязань-Ряжск, который расположен в Кораблинском районе. Водитель, находясь на рабочем месте, употребил спиртные напитки, после чего, кончили сигареты, решил съездить в магазин. Сел на принадлежащий ему автомобиль и на данном участке автодороги, не справился с управлением, вышел на полосу встречного движения, после чего совершил ДТП с автомобилем ВАЗ-21099. В результате ДТП автомобиль ВАЗ-21099 загорелся. Естественно, автомобили, водители в данном автомобиле загорели. То есть погибли невиноватые люди? Ну да, человек ехал просто домой. Абсолютно даже ни в чем не виноватый. То есть, грубо говоря, бутылка пива к чему приносит. Это вот он ехал один, рядом еще кто-то с ним был? Нет? Один. И в машине виновника сам был водитель, и в машине в потерпевшем тоже был один. И как дальше происходило разбирательство по этому делу? Это первый раз или второй раз этот водитель сел нетрезвым за руль? Этот водитель уже сел второй раз уже нетрезвым за руль. Несмотря на то, что данный водитель имел водительское удостоверение, однако он все равно был подвергнут административным наказаниям, потому что решением суда он лишался прав на один год и шесть месяцев. И в соответствии с статьей 4.6 кодекса от административного правонарушения Российской Федерации после отбытия наказания лицо в течение года еще считается подвергнутым к административному наказанию. В настоящее время дознание по данным уголовного дела уже проведено, и дело направлено в суд. Что грозит ему теперь? Суд учитывает разные факты, и, скажем так, и прошлое водителя, и настоящее, то есть это характеризующие данные. То есть это уже на рассмотрение суда. Ну а то, что он не просто сел нетрезвым за руль, он, грубо говоря, убил человека таким образом, получается так? Ну, возможно, получается так, потому что не поехал бы он, возможно, этого не случилось бы. Ну а если бы он просто врезался, получается, было бы, трезвым бы, если он врезался, было бы легче ему, да, наверняка? Ну, как сказать, потому что человек погиб. Это отягчающее, что он был уезжающим? Это уже санкция другой статьи идет. Так объясните тогда, если человек первый раз сел за руль нетрезвый, его остановили сотрудники ГИБДД, а как идет процесс вот этого лишения прав, и в течение какого времени ему еще нельзя вот попадать в подобные ситуации? Сотрудник ГИБДД собирает административный материал в составлении всех протоколов, актов соответствующих, и данный административный материал направляется в суд для рассмотрения. После решения суда суд назначает наказание, как правило, это наказание один год, шесть месяцев лишения права управления транспортным средством с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей. После того, как водитель сдал водительское удостоверение, и в течение 10 суток приговор суда вступает в законную силу, то с этого момента идет срок отчисления отбывания наказания. То есть, грубо говоря, вот это и полтора года, который вынес ему в суд наказание. После отбывания данного срока еще в течение одного года лицо все равно, имея при себе водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, все равно является подвергнутым конпенсативным наказаниям. То есть, если еще раз его останавливает он в нетрезвом виде, это уже уголовная ответственность, да? Да, совершенно верно. Что касается тех, кто через 2,5 года, допустим, через 3-4 совершит еще раз подобное правонарушение, это не уголовная статья уже? Ситуация бывает разная. Объясню почему. Потому что бывают такие водители, что они не сразу сдают водительское удостоверение. Не знаю, с чем это связано. Кто-то говорит, что просто, скажем, хитрит, может, хочет как-то сохранить свое водительское удостоверение. Срок исчисляется с того момента, когда водитель сдал свое водительское удостоверение. То есть, если после решения суда водитель сдаст водительское удостоверение спустя год или два, такие случаи были у нас, то именно с момента с этого дня сдачи водительского удостоверения у него пойдет, грубо говоря, вот эти вот 1 год, 6 месяцев решение право управления транспортными средствами. И как они сдавали? Наверное, их останавливали, смотрели базу данных, да? Ну, да. В итоге им приходилось? Конечно, когда останавливают уже за какое-либо нарушение, то есть, по базам данных, сотрудник ГИБДД уже проверяет человека. И, естественно, водительское удостоверение высветится о том, что оно не сдано, а человек на самом деле лишен. Что касается статистики, вот действительно ли стало меньше таких нарушений, может быть, аварий с участием нетрезвых водителей после введения этой статьи, именно уголовного наказания за управление транспортным средством повторно? Ну, вот согласно статистике, как я уже сказал, что данная статья вступила в законы силы с 1 июля 2015 года, вот даже взять даже до конца 2015 года, вот за это полгода, нам было возбуждено 48 уголовных дел в данной категории. За весь 2016 год 35 уголовных дел, в 2017 год 27 уголовных дел. То есть, самый, как бы, скажем, пик, самый такой наплыв данной категории уголовных дел, это вот прям когда эта статья была введена. То есть, это полгода 2015 года. За полгода 48 уголовных дел. Достаточно такой, с полиции был хороший. Люди еще не привыкли тогда. Все-таки ездили, наверное, пьяненькими, не боялись, да, ничего? Люди, возможно, еще и не привыкли, и это один момент. Второй момент, люди даже об этом, скажем, и не знали. Потому что, некоторые приходили, говорят, мы не знали об этом. То есть, ситуация разная. Какое наказание может понести человек, вот если второй раз его обнаружат в пьяном виде за рулем, за вот эти вот как раз, за два с половиной года, за неистекший срок, после первого раза? Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей обязательной работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или с лишением права занимать определенной деятельностью. Кроме этого, принудительной работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. И максимальное наказание – это лишение свободы до 2 лет, также с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности до 3 лет. Это прям серьезно. Это реально. Это кошмар. Были ли случаи действительно у вас в вашем районе, чтобы человека посадили за эти два с половиной года? На нашей практике, за все существование, скажем так, данной статьи, лишения реального лишения свободы не было граждан, не выносил суд. А вот эти 48, 35, 27 уголовных дел, как они завершались в основном? В основном идут обязательно работы. В пределах 250 часов. Плюс-минус все на усмотрение суда. Все зависит, я говорю, также от судьбы человека, предыдущей, чем он жил, какая характеристика с места жительства. То есть это все сопутствующие какие-то факторы, которые влияют на решение суда уже. По сравнению с остальными правонарушениями, преступлениями, которые вы занимаетесь, именно дознавателя в вашем районе, каков процент вот именно этих преступлений, вождения в пьяном виде автомобилей, по соотношению к другим правонарушениям, преступлениям? Ну, опять же, если сравнивать 2015 год или 2017, разница в цифрах значительная. Ну, процентов, я думаю, 25, четвертая часть от общего числа преступлений, которые находятся в нашем производстве. Если говорить именно за 2017 год, то вот примерно соотношение тоже тогда скажите. Это, я так поняла, в общем, да, где-то 25? Да, да. За 2017 год где-то порядка, ну, 15 процентов, может быть, от общего числа уголовных дел, находящихся в нашем производстве. Больше всего каких у вас преступлений происходит? Абсолютно разных категорий. Также имеется место быть и мошенничество, и кражи, и грабежи. То есть, форма хищения, она постоянно была впереди. То есть, больше всего у вас там пытаются что-то украсть? Ну, не только у нас, наверное. Во многих также других. А каким образом? То есть, это мошенничество больше? Есть мошенничество, есть и кражи. То есть, там определенно своя тоже статистика, своя специфика. Сергей, спасибо за то, что вы к нам пришли. В очередной раз мы напомнили нашим дорогим горожанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и закона нашего. Во многом зависит их жизнь от этого и жизнь окружающих. Может быть, вы хотите что-то сказать телезрителям, пожелать им какое-то напутствие, может быть, дать. И по-другим тоже, может быть, преступлениям какие-то, может быть, насущные проблемы у вас есть. Ну, в продолжение нашей темы, конечно, хочется обратиться, наверное, сказать все к водителям. Это растут от средств, чтобы, во-первых, они подумали не то, что они могут быть включены к уголовной ответственности, но подумали, конечно, о жизни лично своей, о жизни и здоровье других людей, которые могут пострадать по их вине. Вот. И по другим преступлениям думать над головой, что и где делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова